Привет! В этом видео я бы хотел показать, как можно сделать вот подобный рендер, который можно использовать, например, у себя на сайте или где-либо еще. Да и в целом, скажем так, немножко приблизить ваше понимание к тому, как сделать что-то схожее на это, как это можно сделать, применяя на своих каких-то проектах. И давайте, собственно, начнем это делать. Первоначально мы начнем с того, что сделаем новый проект. Включу Screencast Case. Надеюсь, в этот раз будет поменьше вылетов, не так, как в прошлые разы. Первоначально я бы хотел добавить небольшой референс на этот фон с нашим самим же как раз-таки рендером. Он нам понадобится только, чтобы примерно ориентироваться в композиции. Ссылку на референсные, скажем так, сцену я оставлю в описании, просто чтобы вы могли более детально изучить работу автора, который, собственно, это все сделал. Моя часть, моя работа заключается лишь в том, чтобы показать, как это можно отрендерить у нас в блендере, как это можно сделать. Начнем с того, что мы создадим камеру, чтобы можно было удобнее ориентироваться, находясь в ортографическом режиме. Вот, я думаю, примерно такого нам хватит. Затем мы начнем создавать наши основные меши. И буду делать я это плейном. Так, начинаем это все крутить до такой степени, чтобы нам понравилось. Он немножко близко. Давайте подальше. Сейчас я это делаю, скажем так, без привязки к каким-либо координатам, скорее на глаз. Вот, вот такой поворот меня устраивает. И затем в локальной системе координат сдвину немножко вправо это все делал. Затем продублирую. Ну, так немножко вперед закину. Может, вбок уменьшу, чтобы взять, применить этот же plane и на остальных рендерах. Ctrl-Shift-B нажму, чтобы бевелить только вершины. И добавлю несколько итераций. Вот, я думаю, столько хватит. И теперь можно это все экструдить. Просто E нажимаем, и оно экструдит в нужное нам направление. Не забываем периодически сохраняться, потому что у блендера есть в определенных версиях привязка к каким-то вещам, которые могут создавать какие-то ошибки и, соответственно, заставлять нашу программу вылетать. Вот, тут тоже примерно ориентировочно это все пододвигаю. Еще раз копирую. Это уже будет у нас plane для карточки. Но пока мы продолжим работать с этим голубым квадратиком. Shift-Ctrl-B. И та же самая история здесь. А. И экструдим. Вот, до такого состояния. Затем начинаем делать карточку. Может быть, я даже лучше в сторону вот так вот один возьму, который я смогу вытаскивать. Чтобы не забыть в один момент сохранить. Так. Вот так вот по вершинам. Вот так вот. Опять надо сделать Bevel. Вот так. И экструд. Затем, что нам надо сделать дальше? Нам надо бы взять и сделать вот эти элементы здесь. Поэтому я все это дело поувеличиваю. Может, немножко покручу. Выберу нужное мне местоположение. И снова Bevel. И сделаем небольшой такой экструд, чтобы можно было потом вовнутрь загнать это все дело. Затем мы делаем нижние вот эти детали. То видно, что оно как будто бы немножко не состыковывается. То ли это в референсе такая проблема, то ли на данный момент. Но, тем не менее, давайте следовать нашему изображению. Это изображение я уже подготовил для урока. И сейчас мы делаем именно по моему рендеру. То есть вы можете изначально уже заценить, насколько красивый и качественный получится в конце рендер. Изначальная сцена, она была немножко более насыщенной. Ну, в плане того, что там было чуть более элементов. Но я решил сконцентрироваться только на вот таком вот количестве. Поэтому считаю, что его будет даже более чем достаточно для этого урока. Так, применяем Ctrl-A Scale для этого объекта, чтобы оно лучше скругляло. Здесь в этих это было не так критично, но вот сейчас надо бы это сделать. Выделяем. Shift-Ctrl-B. Мне все-таки хотелось бы переключиться на просмотр вертексов, чтобы было видно наши грани. Вот так вот сблизим вот эти две грани. A, M, By Distance. И оно слило лишние вертексы. И вот это тоже Next-Tрудно. Где-то до вот такого вот состояния. Скопируем. И по локальной оси Y перетащу это вниз. В режиме редактирования GXX перетащу это, ужму до вот такого вот размера. Вот. Это нам теперь подходит. Затем давайте скопируем сразу же вот эту всю историю и сюда. И сюда. И сюда. Вот так. Вытаскиваем. Тут наоборот нужно будет сейчас ужать это все дело. Вот таким вот образом. Затем что мы сделаем. Мы возьмем опять же таки нашу вот эту вот плашечку. И подуменьшим ее под этот объект. Где-то вот так вот. Здесь так. Скругляем. Тут в принципе такое количество вертексов не нужно. Поэтому мы оставим достаточно немного. Вот столько. Я думаю хватит будет. И экструдим. Есть такая история. Я бы хотел на данном этапе сейчас это все уже поверх нанести. Чтобы оно вот так вот не было разбросано. Давайте вот так смотреть. Так оно здесь находится. Магнит наверное нам не нужен. Мы сможем и без него справиться. Здесь вот так. Ну примерно столько же. Вот так возьму на глаз. Может даже вот эти вытащу. Слегка. Чтобы они бы казались более объемными. Смотрим. Они остались на месте. Да, они остались на месте. Теперь вот эти вещи. Видим, что они слишком далеко. Вот так. Вот так. Сейчас я это делаю по глобальной системе координат. Чтобы оно сохранило свой первоначальный вид. Как мы когда выставляли вот это все. Так. Смотрим. Да. Сохранило. Что мы делаем дальше? Смотрим, чего у нас еще не хватает. Хотелось бы по-быстрому разобраться с вот этими точками. Поэтому я сделаю цилиндрики. Цилиндры. На 18 сегментов. Этого хватит нам. Уменьшаю где-то вот так. Теперь включу примагничивание по фейсам. G. Видимо оно не магнитится из-за того, что мы не применили Scale. Но я бы не хотел сейчас менять, сохранять поворот для вот этого объекта. Поэтому думаю, что мы можем тогда в принципе и вручную это все сделать. Не вижу в этом проблем. Может даже Ctrl-C, Copy, Rotation. И да, оно у нас соответственно все хорошо получилось. А так как урок в принципе у меня рассчитан на людей, которые возможно только начинают работать с блендером или им нужно сделать какую-то задачу небольшую, то такого меню у вас не будет. То есть Copy. Вот этих всех вещей у вас не будет. Для этого надо включить в Preferences, в Addons, Addons, Copy, Attributes, меню. Просто поставить галочку и это у вас все появится. Все, давайте смотреть дальше. Да. Так. Вот здесь уменьшу. Ориентируясь по верхнему вот этому вот поверхней грани. И теперь в локальной системе координат загоню где-то вот так. Думаю, вот так будет хорошо, но надо поправить местоположение. Shift-D. Еще раз Shift-D. Смотрим, ровно ли. Нет, не совсем ровно, а где-то вот. А где-то вот такое положение, я думаю, будет в самый раз. Затем я бы хотел немножко поменять расстояние между объектами. А вот тут что-то у нас плохое получилось. Давайте все же немножко по-другому это все. Вот так вот сначала вытянем. Да, лучше будет сделать вот так вот. Смотрим. Ну вот, где-то вот так, я думаю, ровно будет. Хорошо, это у нас есть. Смотрим, что нам нужно дальше сделать. Дальше я бы хотел добавить вот эту нижнюю плашку. А для этого я просто скопирую вот эту, разверну ее по локальной системе координат и пододвину, так как мне это надо. Смотрим, как она у нас повернута. Здесь явно эта плашка дольше, чем нужно. Нет, давайте не так, давайте лучше вот так вот. Где-то ее сожмем до такой степени. Где-то вот так вот. Не совсем мне нравится, как оно в данный момент расположено. Поэтому буду крутить. Крутить пока не получится. Нужный мне результат. Так, set a region to geometry. А, g, z. Так, s, z, z. Ну, где-то вот, вот таким вот образом. Супер. Думаю, пойдет. Продолжаем расставлять основные объекты. Теперь, хотелось бы добавить вот эти кубики. Для этого мы сделаем куб. Просто. Ну, примерно его пока что ужмем вот так вот. Скопируем поворот. Вот. Может даже лучше скопировать поворот вот этого объекта. Может, тогда оно получше присядет. Так. В целом, выглядит фактически как то, что мне нужно. Скопируем местоположение. Есть такое ощущение, как будто бы немножко неровно получилось вот в этом референте. Поэтому я исправлю это прямо сейчас. И, наверное, сразу control a scale. Сделаю ему грани. Чтобы не возиться потом с этим объектом. Поставлю автосмуф. И сейчас мы будем это все дело размножать. Так. Только надо будет сейчас, видимо... Видимо, это все немножко сжать. Сжать. Так. Такое дело есть. Смотрим. Да, оно здесь повторяет у нас эту линию. Она соответствует ей. Поэтому, я думаю, можно будет работать, в принципе, уже с этими кубиками. Далее... L. Выделяем один объект. Shift D. И вытаскиваем вот так. Так. Это надо еще повыше. Есть такое. Теперь нам надо просто вот этот скопировать. Вот сюда. И скопировать еще раз. И там удалить одну часть. Хорошо. Кубики у нас есть. Супер. Кубики у нас есть. Продолжаем. Добавляем вот эту змейку. Как мы ее добавим? Мы ее добавим банально. Кривыми. Создаем. Curve. Безьи. Вид сверху. Примерно посмотрю, как у нас здесь. Такая вот волна, как будто бы буква S. Фактически. Ну и вытаскиваем, как нам здесь будет нравиться это все. Может что-то вот такое. Я думаю, такое нам подойдет. Затем в геометрии пока добавлю вот такую толщину. И сейчас будем прямо на референсе как-то это все расставлять. Скопирую поворот. Так. Еще раз. Повторяет ли оно это? Повторяет. Примерно чтобы оно находилось в одном же месте. Может быть сейчас вот зеркали его по локальной X. Ну сейчас вот, например, у меня не совсем получается повторить ту же самую форму, но я думаю, что вы понимаете, что это не критично. И главное просто, что я показал, как в целом она делается. Вот, конечно, мы могли бы добавить тут еще одну какую-то точку, вытащить это все. Но я не вижу особо в этом смысла, поэтому я оставлю пока так, как это есть на данный момент. По поводу толщины. Толщина меня устраивает. И теперь мне хотелось бы просто это все дело перевести в Mesh. Взять, закрыть такие крышки, вот поделать с разных сторон. Ctrl-B. Ну вот так вот сделаем, чтобы скруглить. И Ctrl-B с этой стороны. Теперь добавить попросту Subdivision Surface. И Shades Move. Так, Shades Move. Да. Все. Эта змейка у нас есть. Продолжаем делать дальше. Добавим вот этот вот бублик. Так, добавим. Добавим-добавим. Цилиндр. Здесь уже побольше сегментов. Пусть будет 28. Сожму его где-то примерно, как у нас это на референсе. Где-то вот до такой степени. Сделаю Inset. Вот так вот. Икс. Фейсис. Выделяю вот эти грани с зажатым шифтом. И в Edit. В Loop Tools. Нажму Bridge. Вот. Loop Tools у нас, соответственно, то же самое, что и Copy Attributes. В смысле Addon. Его мы можем спокойно включить здесь же. Вот Loop Tools. Хорошо. Это у нас есть. Скопируем Location. Скопируем Rotation. И вот так вот лучше. и выставим это так, как нам надо. Вот. Вот, я думаю, вот так. Но немножко... Немножко вот так вот мы выдвинем. И теперь надо сделать для нее вот эту вторую часть. Мы сделаем ее с помощью Circle. Вид сверху. И теперь нам надо выделить то, что нам нужно. С зажатым Ctrl мы выделим где-то вот по вот эту часть. P. Selection. Вот это, в принципе, мы удалим. Делаем Extrude по Y. Ну, вот сюда в центр примерно затаскиваем. Extrude. Ctrl. Нет, не так. Выбираем здесь Vertex. Здесь включаем Auto Merge. Extrude. Ctrl. И магнитим к этой детали. Все. Теперь A, F. Это мы залили. Extrude. Где-то до вот такого вот состояния. Выделим эту грань. Но сначала Scale. Ctrl. Ctrl-B. Где-то вот так, чтобы оно было более-менее плавно. Можно даже вот эти грани взять их немножечко. Скруглить с помощью Ctrl-B. Где-то вот так вот. Теперь просто Copy Location, Copy Rotation. Собственно, это все дело. И можно будет с помощью нажатой S заскалить это так, как нам надо. Вот так вот. Надо подобрать наиболее симпатичный вид. Так. Так, так, так. Думаю, где-то что-то типа этого подойдет нам. Конечно, мне не нравится то, что оно вот тут на грани находится. Поэтому, может быть, стоит его немножко вот так вот вниз опустить. Да. И вот. Буквально немного посадить. Хорошо. Думаю, этого будет достаточно таким вот образом. Что мы делаем дальше? Дальше хотелось бы сделать вот эти вот монетки. Их я, собственно, сделаю тоже с помощью цилиндра. Ужимаю до той толщины, которая мне нужна. Это где-то вот столько. Ну, сделаю через выделение и Inset. Вот такое вот углубление. Думаю, где-то вот столько. Выделю все. Ctrl-B. Нет, не все. Даже не все. Вот так, вот так, вот так. И вот так. И теперь Ctrl-B. Но, видимо, надо изначально скилл применить. Так. Где-то. Вот так. Shade Smooth. И Auto Smooth. Думаю, хватит мне вот такого скругления. Теперь добавлю элемент текст. Вот так. И просто здесь какой-то условный доллар. Какой-то условный доллар возьму. Думаю, такого мне хватит. И теперь его надо бы. Надо бы добавить модификатор DCMate. Включить здесь Planar. Object. Convert to Mesh. Вот. То, что нам надо. Экструдим вниз слегка. Это все дело. Может быть, у нас получится сделать вот следующим образом. Triangulate Faces. Так. И теперь сработает ли Bevel. Да, Bevel хорошо. Вроде как сработал. Я проблем не вижу. Может быть, только надо будет сделать по весу. Это все дело. Поэтому Shift G. Face Angles. Выделила. Но все. Нет, не все. Добавляем. Смотрим на грани. Одну грань еще не захватило. Две. Вот. Вроде вся грани нужная захватила. Все. Теперь в Item. Min Bevel Weight. Нажимаю, собственно. Subdivision. Shades Move. Добавлю еще один сегмент. Профиль на максимум вытяну. Еще один, наверное, Subdivision. И вот, собственно, вот так классно у нас получилось. Сразу же видом сверху определю нужный мне размер. Супер. И, наверное, потом, чтобы не возвращаться сейчас к этому объекту, добавлю ему уже сразу здесь. Так. Сразу все здесь и добавлю. Так. Окей. Уменьшаем это все. И... Ну, я примерно на глаз выставлю, чтобы оно соответствовало. Не обязательно прям повторять. Вот. Shift D сразу. И вот так поставлю. Класс. Что нам осталось? Нам осталось сделать вот эту сетку и вот эти доллары. Предлагаю сделать первоначальную сетку. Как мы ее будем делать? Мы возьмем, скопируем наш plane и перетащим его в Copy Location, Copy Rotation на вот этот наш объект. Затем мы растянем примерно это все по сетке, так как нам это понадобится. Конечно же, это можно было бы сделать спокойно и графикой, то есть наложить просто при развертке какое-то изображение. Но я сделаю это объектами. Ctrl A, применяю Scale. И затем, тут у нас сколько итераций? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь на четыре. Добавляю. Три, четыре, пять, шесть, семь. Три, четыре. Есть такое дело. Затем добавлю модификатор Wireframe. Thickness ему уменьшу. Где-то вот так вот. Subdivision. Не чувствую, что это плохо сработает. Давайте лучше итераций. Bevel накинем. Shade Smooth. Немножко вытяну его. Вот так вот. Я отключу этому объекту тень. Но сначала поставлю Cycles. Visibility. Отключу ему тень. Тень ему не нужна в нашем случае. Хорошо, есть у нас такой объект. Так вот тут он как-то плохо. Как будто повернут. Наверное, еще надо бы немножко вытянуть. Ну, где-то вот так. Потом, если будут с этим какие-то проблемы. Может, это из-за Bevel, а может и нет. Но пока так. Хорошо, что мы делаем дальше. Дальше нам надо сделать вот эти доллары. Мы их сделаем с помощью Plain. Его растянем примерно на вот такую вот ширину. Ну, как нам это надо. Ну, как нам это надо. Применяем Scale. И добавляем тут. Я думаю, что вот столько хватит. И возьмем это все дело вот тут. Вот так. Вот тут вот так. И теперь добавляем Bevel. Теперь добавляем Subdivision Surface. Может быть, даже не с помощью Bevel. Bevel нам, наверное, даже здесь и не понадобится. Я просто добавлю вот сюда одну петлю, которая будет ограничивать. Сюда одну петлю. По серединке. Ctrl-B. Уменьшаю все итерации. И тоже сюда. Вот. На край. Shade Smooth. Вот такой доллар у нас есть. Но это еще не все. Ему надо будет добавить. Сейчас скажу, что. Ему надо будет добавить еще итерации. Потому что нам надо будет сделать в круг внутри. Поэтому делаем Ctrl-B. Где-то вот так вот. Ctrl-B. Чтобы у нас примерно квадрат получился по центру. Вот так вот. Ctrl-A. Scale. Теперь что? Теперь нам надо выделить вот эти три грани. Даже не так. Давайте вот так. Так. Только грани выделим. И здесь в Edit нажимаем Circle. И у нас получился вот такой вот круг. Оно сделало из этого дела круг. Так. По поводу проблем. Наверное лучше добавить Solidify. Где-то вот. Вот так вот. И теперь. Это мы не только струдим. Нам надо именно. Вот эти вот фейсы. Делаем экструд. Где-то вот так вот. И вот тут. Ограничиваем вот это все дело. И вот так у нас получилось. По поводу вот этих вот изгибов. Как будто бы они какие-то плохие. И давайте примерно посмотрим. Может быть. Тут можно вот так постягивать. Наверное, все это дело в обычное русло. Вот. В принципе, думаю, что проблем вот с этим нет. Теперь нам надо тоже скопировать. Скопируем вот этот доллар. И скопируем ему Location и Rotation. Так. Ведь сверху. Увеличиво. Так. Давайте как-то это все уже размещать. Вот тут оно немножко по-другому вышло. Я не уверен, что это сильно критично. Мы можем сделать, по сути, миррор. Только с этим не получилось сейчас. Вот. Отзеркалить это все. И теперь у нас чуть более похоже на референс. Давайте по-нижнему делать. Где-то вот так вот. Есть такое дело. Надо еще здесь взять, сделать такую вот историю. Скопировать вот эти верхние фейсы. Так, да. Их скопировали. И сделать им inset. Вот примерно вот такой. Там потом наложим текстуру. Хорошо. Что у нас с объектами? Мы вроде как уже все разместили. С чем я, собственно, вас поздравляю. Потому что объектов было очень много. Теперь нам надо постепенно применять все вот эти модификаторы. Делать мы будем это как? Bevel. Ну и сейчас просто это все покопируем. Тут 60. Subdivision. Итерации. Еще одна итерация. Профиль на максимум. Shade Smooth. Все. Здесь мы это сделали. Вот так я даже сделаю, чтобы бликов было побольше. Точнее, отражений на грани. Теперь что? Теперь копия. Selected Modifiers. Bevel. Subdivision. И повторяем это. Если у нас не возникает никаких проблем. Проблем пока не возникает. Только не забываем применять Shade Smooth. Потому что я уже забыл. Может даже вот так вот. Получится ли так? Потому что иногда у блендера такое не получается. Да. Но судя по всему получилось вот этот раз. Тогда будет так проще делать. Это хорошо. Что нам здесь надо? Для каких объектов? Для этого. Для этого. Для вот этого. Вроде все. Копии. Selected Modifiers. И есть. А еще вот эти. Есть такое. Я бы только им вот такую побольшую отработку поставил. Потому что как будто бы на них и нет модификатора. Вот так вот. Будет намного вкуснее на мой взгляд. Shade Smooth. Shade Smooth. Shade Smooth. В принципе. Так вот немножко утолочил. В принципе. Что касается моделирования. Вроде как мы все сделали в этом плане. Это пока что мы спрячем на бок. Я может быть. Ага. Вот я вижу. Что далековато. Монетки. Где-то вот так. Надо их поставить. Да. И в принципе всю вот эту вот историю тоже поближе. Где-то вот так вот. Так. Так-так-так-так-так-так. Эту монету поближе тоже. Чтобы она давала какие-то интересные тени. На вот эту сторону. Все. Есть. Теперь. Чем нам стоит заняться. Я бы хотел добавить. Сцену небольшую. Я конечно же всегда люблю их скрывать на фоне. И просто уже фон добавлять там в фотошопе например. В какой-то степени для меня это даже удобнее. Но я ее добавлю просто чтобы не создать какую-то более светлую атмосферу всего этого. Хорошо. Это пока что у нас есть. Смотрим что у нас получается. Конечно же пока ничего не видим. Поэтому нам надо добавить HDRI карту. Ctrl T здесь нажал. И подключился на такие вот два аддона. Которые работают с помощью аддона нод в Rangler. То есть. Вот. Затем нажимаем Ctrl T. И выскакивают вот такие вот две ноды. Подключаем. И открываем подходящую HDRI карту. Я уже выбрал вот эту. И надеюсь я не забуду. Я ее прикреплю в ссылке к видео. Но заранее оговорюсь где я ее взял. Взял я ее на сайте HDRI Heaven. То есть если я забыл прикрепить ссылку. Ссылку сразу же видите вот название. Вы по этому названию спокойно ее найдете. Вот. Ставлю GPU у себя. Ставлю наверное побольше сегментов. Может быть 300. Denoising включу. Color Management. По-моему у меня был там High Contrast. И в кривых я немножко тут потянул это дело. Вот примерно вот в такой вещи. Смотрим. Да. Теперь мы все это видим. Что нам теперь осталось? Нам надо бы на все вот это дело накинуть какие-то наши вот эти интересные текстуры. Давайте начнем с золотых монеток. Сделаем сразу новый материал. Выделю остальные части монеток. И в последнюю очередь выделю к тому, который я уже сделал только что материал. Ctrl L. Link Material. И теперь эти материалы я применил на все остальные. И я создал тут небольшой такой документик, в котором выписал цвета для материалов. Но вы в принципе можете и на глаз подбирать. Не вижу в этом особой проблем. Просто так будет для меня лично быстрее. Metallic выставлю не до конца. И Roughness. Где-то вот до такой степени. Смотрим. Так, как будто бы ему не хватает каких-то бликов или металлика, может быть, больше. Я вспомнил то, что я к HDRi карте применял поворот, который, собственно, очень много на что влияет. 314 градусов было. Вот. Сверюсь с тем, что у меня. И в принципе, да, в принципе, это оно. Только там было у меня немножко по-другому повернуто. Где-то вот так. Где-то вот так. Тут я, может, поменьше. По-моему, там была у меня еще экспозиция слегка подтянута. Вот. Окей. Object. Спекуляр еще у меня был побольше, я помню. Определенно это все дело. И да, очень классно получилось. Такое вот прям светлое золото, а не слишком такое темное. Продолжаем. Продолжаем. Что у нас дальше по материалу? Ну, тут банально у нас просто белый. Тут мы просто вытащим. Затем здесь у нас зеленый. Если я не ошибаюсь, это у меня был... Смотрим на зеленый. Это у меня был зеленый первый. Вот этот вот. Новый материал. Тут мы особо материала даже не настраиваем. Затем скопирую серый. Сейчас везде раскидаю серый вариант. Так. Где я сделал? В нижний, да? Значит, выделяю все вот эти объекты, где нужен серый. Ctrl L. Link материал. Ну и ставлю серый цвет везде. А тут просто Ctrl L. Скопирую золото. Затем нам надо сделать вот тут такую вот интересную вещь. Мы тут добавим одну такую вот итерацию. Даже не так. Добавим здесь. Добавим вот здесь. И дважды G. И вот так вот тащим. Меньше итерации. Где-то вот столько. И... Так, нет. Выделим опять эти грани. Даже лучше, я думаю, сначала вот будет соединить их. J. Теперь с Ctrl L зажатым вот так. Нет, плохо выделила. Вот сюда, значит. Выделяем вот эти части. Shift. Кликаем. Ctrl B. И вот так немножко растянем, чтобы сделать ограничители. Чтобы под Subdivision оно не, собственно, не вылетало. Теперь я добавлю новый материал, какой у нас есть здесь. Так, ну вот я вот этот материал не скопировал. Вот этот вот цвет. Поэтому придется сейчас на глаз. Или лучше пипетить. Вот. Подойду к этому референсу. И возьму вот такой темно-темно-серый. Даже, думаю, можно потемнее. Да, вот такой. Теперь я выделяю вот эту вот грань. Плюсик здесь. Новый материал. Assign. И вставляю тот серый, который был здесь. Но вот тут у меня такая проблема. Поэтому Ctrl R. Я вот тут подтаскиваю. Ctrl R. И вот здесь подтаскиваю. Вот. Теперь то, что у нас. То, что нам надо. Что дальше? Что дальше? Давайте применять вот этот цвет. Голубой. Блуду, по-моему, два. Это который был у меня более насыщенный. Да, есть такое. В принципе, тут просто сейчас белый сделаем. Затем. 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 Желтый скопирую. И накинуем желтый на все желтые вещи, которые у нас должны быть желтыми. То есть, на вот эти блоки. Так, цвет. Сюда. И сюда. А, ну мы можем просто. Ctrl L. Link. Material. Так, что дальше? Дальше у нас красный. Зеленый мы можем скопировать отсюда. Ctrl L. Materials. Голубой. Ну, в принципе, я думаю, да, чтобы много разных цветов не было. Просто этот материал тоже скопируем. Теперь возьмем красный. Так, 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 новый. Ctrl L. Link. Material. Затем здесь мы... Есть другой у меня зеленый. Более такой темненький. Тот, который лучше подойдет для доллара. Вот так сделаю. Здесь у меня затем цвет, по-моему, такой же самый. Так, доллар. Ctrl L. Link. Material. Но. 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 С небольшой оговоркой. Надо добавить новый материал. Новый. Assign. Тут у нас вот такие проблемы. Поэтому мы еще раз делаем inset, чтобы ограничить вот это все дело. И вот этому белому материалу мы применим чуть-чуть посветлее наш зеленый. Вот такой вот. Да. Суперский. Этому материалу нужен металлик определенно. Поэтому мы здесь просто выкручиваем металлик и равность сюда вот. И посветлее, конечно же. Смотрим. Цвет. То, что надо. Затем. Я бы, наверное, сразу на вот этот фон накинул. Накинул, накинул вот этот вот темно-зеленый. Ну вот. Вот такой примерно. В целом я лично для себя его не использовал. Но если вы хотите, можете, в принципе, использовать. Так. Теперь осталось сделать только стекло. Новый. Тут мы используем glass.bsdf. Добавим над hue.situation. Подключим. И затем надо будет value выкрутить в 2. И, по-моему, где-то вот равность приподнять до вот такого вот состояния. И сейчас оно должно здесь нормально работать. Оно должно быть белым. И оно должно быть непрозрачным. Вот. Оно белое непрозрачное, но слишком непрозрачное. Надо уменьшить. Может быть вот так вот. А может быть еще. Ну, в принципе, я думаю, что вот так. Будет классно. Что еще? Ничего ли я не забыл? Мне надо, скажем так, такое небольшое время, чтобы все это рассмотреть издалека. Вот. И я понял то, что я забыл добавить вот этим нашим маленьким деталям цветам. Красный, желтый и голубой, собственно. Тут мы сразу control link material. Потом здесь воруем красный. А вот здесь воруем желтый. Ну и, в принципе, я бы, наверное, лично для себя бы отключил вот этот вот задний фон. Просто в visibility сниму камеру. Ну, чтобы не удалять его. И здесь в transparent поставлю галочку. Давайте, я думаю, что мы можем, в принципе, вот это все дело отрендерить и посмотреть, что у нас получилось. Мы забыли один доллар. Забыли доллар. А точнее, я забыл его. Shift. Где-то вот. Вот так. И хотелось бы сделать одну маленькую такую деталь, которая добавит небольшие изюминки этому доллару. Мы добавим area light. Вытянем. Скопируем поворот. Вот как-то плохо он его скопировал. Так. Вот тут вот так вот сделаю. А вот здесь вот следующим образом, чтобы плавную тень здесь создать. Тут, может быть, так, постоянно путаю эти координаты. Тут, может быть, вот так вот. Тут, наверняка, оно сейчас будет очень сильным, поэтому сразу же ставим даже не единичку, даже еще меньше. Намного меньше. По-моему, у меня даже в долларах был равность поменьше. И слегка металька. Так. Так, так, так. Тут та же самая история. Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть под свечем именно вот эту вот сторону. Ну, вот тут можно и побольше. Тут можно, может быть, и вот так вот. Вот. И теперь у нас создались все-таки вот очень приятные, я бы сказал, достойные блики. В принципе, мы можем проделать то же самое и вот на этой стороне. Если мы сделаем такой вот area light. Давайте посмотрим, как он подсвечивает. В принципе, хорошо то, что он подсвечивает, но очень сильно. Я бы где-то вот так вот его уменьшал бы уже. Да, и теперь у нас такое легкое перетекание цвета от светлого к более такому темному создалось. И, наверное, я вот сейчас при вас даже это все дело отрендерю, чтобы мы могли, скажем так, финально уже оценить все это дело. Смотрю, вроде как никаких проблем я не вижу здесь, которые могли бы как-то испортить внешний вид нашей сценки. Может быть, немножко только вот эту всю историю стоит доработать в кривых. Личные, опять же таки, в фотошопе очень часто использую кривые, чтобы сделать финальную картинку более вкусной, более богатой. Чтобы у нее тени, может быть, были в каких-то местах более глубокие. Так, вот оно почти уже отрендерилось. Вот тут у нас не хватает тени, на мой взгляд. Я бы отменил даже рендер. Может быть, я и не рендерил финально пока, а сейчас подтянул бы это именно по местоположению. Так, тут не выделяем. Ну-ка, есть ли тень? Да, супер, вот теперь тени есть. Если вам надо тени посильнее, то вы просто можете поближе это все дело отодвинуть. Но я думаю, что рендерить уже давайте финально не будем. Я вот здесь покажу буквально, как можно было бы это все кривыми доработать. То есть, например, мы вот эти ползунки двигаем, как нам надо, и получаем соответствующий результат. Вот, тут может посветлее. Вот, а пока на этом у меня все. Если у вас будут какие-то предложения, какие-то вопросы, может быть, какие-то даже замечания, то я, конечно же, с радостью их выслушаю. И желательно, чтобы все было конструктивным, если это, конечно же, возможно. Вот, а пока на этом у меня все. Пишите, пожалуйста, свои комментарии. Я буду очень рад, если будет какая-то еще дополнительная поддержка в виде оценок, в виде каких-то подписок, потому что вот так контент у меня активно идет. И хотелось бы, чтобы от этого тоже были какие-то результаты и, скажем так, общая выгода, как для вас, так и для меня. Вот, на этом у меня пока что все. Всем хорошего вечера, хорошего дня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok